Продавались, то он бы мог неплохо заработать. Чтобы послушать речи американского лидера в Давосе впервые за 18 лет, люди стали занимать очередь за два часа. Любая жидкость запрещена, предупреждают таблички на входе. Возможно, поэтому украинский президент удалял жажду перед началом прямо из бутылки. Правда, пробыл в зале он недолго, не найдя свободного места у сцены, быстро покинул зал. Речь Трампа предваряла выступление военного оркестра, который, как говорят, он привез с собой. Господа, слово предоставляется 45-му президенту США Дональду Трампу. Я здесь, чтобы донести простое послание, сказал Трамп, и это послание оказалось предсказуемым. Как президент Соединенных Штатов, я всегда буду ставить Америку на первое место. Как и лидеры других государств, должны ставить интересы своих стран на первое место. Но Америка прежде всего не означает, что США будут работать в одиночку. Коснулся борьбы с ИГИЛ и проблемы КНДР, но главное – свободная торговля по американским правилам. У нас не может быть свободной торговли, если некоторые страны используют в своих интересах систему в ущерб другим государствам. Мы поддерживаем свободную торговлю, однако она должна быть справедливой и взаимной. Речь Трампа длилась около 30 минут. Зал выслушал ее спокойно. Аплодисменты прозвучали лишь в конце. Из Конгресс-центра Трамп отправился в аэропорт. Главную задачу своего визита он выполнил накануне. Встретился с европейскими инвесторами и призвал вкладывать свои миллиарды в американскую экономику. Первый рабочий день Дональда Трампа в Довосе завершается. Он длился примерно 6 часов. Если прошлый визит американского президента местным жителям запомнился разгромленными витринами кафе после протестов, то нынешний приезд – перекрытыми улицами и вот этим инцидентом. Машина из кортежа Трампа наехала на полицейского. Об этом сообщила местная газета «Блик». Но журналист издания при встрече с Трампом об этом умолчал. Господин президент, мы сделали специальный выпуск нашей газеты. О, мне нравится. «Блик» – это самая главная газета Швейцарии. Ого, самая большая, правда. Я подпишу ее для вас. В отличие от Трампа, речь лидеров стран Восточной Европы прошла сегодня в полупустом зале. Их слушали человек 50, включая журналистов и охрану. Так что о своих достижениях Порошенко пришлось говорить в узком кругу. Мы все очень горды тем, что после нескольких лет мы сделали огромный шаг для всей нашей энергетической диверсификации. Энергетический терминал в Польше – браво. Энергетический терминал в Литве – браво. И Украина, которая за более чем два года не купила ни единого кубического метра российского газа. Конечно, никто не рассчитывал, что все приехавшие в Давос лидеры в этом году начнут петь единым хором. По самым важным вопросам мировой повестки. Но для того, чтобы этот Давос оставил сладкое послевкусие, сегодня, в последний день форума, всех угощали восточными сладостями.